Итак, всем привет! Продолжаем нашу серию уроков по интернет-магазину. Нам осталось доделать страницу самой игры, когда мы кликаем на игру и должна переходить на страницу с этой игрой. И еще нужно будет сделать страницу «Оформить заказ». Вот. А что касается кода. Нам нужно использовать React router, чтобы переходить по страницам. React router у нас уже установлен. И где наш элемент? GameItem. Вот он самый. Хотелось бы еще обратить внимание на то, как нужно организовывать вообще код. Вот смотрите. В данном случае вот это вот нужно будет вынести в отдельный компонент. Но мы это делать не будем, потому что это всего лишь называется как бы композиция, декомпозиция и так далее. Вот. То есть вот это как бы должен быть отдельный компонент. Даже если он вот такой вот маленький, это должно быть выглядеть вот так вот, например, как там. GameGeneresList. Вот. И как бы можно и детали вынести в отдельный компонент. Вот. В этом нету ничего, так сказать, плохого. То есть все нужно выносить в компоненты. И чем больше вы выносите в компоненты, тем лучше. Просто это требует времени, особенно когда проект большой. Если еще там TypeScript есть, то там не просто нужно вынести вот этот компонент. Нужно будет написать типы для пропсов и так далее. Вот. И даже если компонент нигде не переиспользуется, просто нужно выносить такую логику. Вы можете посмотреть об этом на сайте React. Об этом написано, по-моему, в голове, когда она называется, как она называется, думаем на React. Вот. И там как раз про это сказано. И чем больше разбивать на компоненты, тем лучше. Вот. Так. Что мы сделаем сейчас? Нам нужно при нажатии на кнопку, при нажатии вообще на элемент, переходить на другую страницу. Поэтому давайте сделаем onClick и handle, click, handle, click. Вот. Неправильно написал. Вот сразу тут функция будет. Обратите внимание, я не пишу вот так вот. Вот. У меня есть отдельное видео на этот счет, где я объясняю, почему так делать не надо. Вот так вот никогда не пишите, но это прям показывает, что вот Junior прям самый настоящий. Вот. Потому что много проектов видел и серьезных проектов. Даже у сайтов, которыми вы пользовались в исходном коде, там вот таких вот очень много. И это вообще бессмысленно. Это очень влияет на производительность. Вот. Поэтому здесь просто передаем ссылку. И здесь у нас будет handle, click. Нам нужно заимпортить useHistory. UseHistory. VS-код нам автоматически все добавляет. Вот. И еще useDispatch. Обратите внимание, многие еще путают. Некоторые люди думают, что все, что начинается с use, это хуки в реакте. Нет. А useHistory, смотрите, у нас откуда идет. Из реактора утра. UseDispatch у нас идет. Из реактор редакс. Поэтому это все разные библиотеки. И старайтесь всегда держать свои стили в самом низу. И библиотеки немного выше. То есть реакт будет наверху, потом будут библиотеки, потом уже ваши компоненты, все остальное. Утилс и самым последним файл CSS. Это помогает, как бы, когда у вас очень много компонентов, структурировать. Потому что когда нету единообразия в коде, это достаточно плохо. И когда вы возвращаетесь, например, к своему коду через год, там просто будет каша непонятная. Поэтому старайтесь этого избегать. Кстати, вообще, подключаются линтеры на этот счет. Но сейчас у нас такой больше широкий урок. Не направлены тоже на то, что притер и есть линт. Но можно это потом все будет подключить, оттестировать. Вот. Но это уже по желанию. Вот. А мы заимпросили все это. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно сделать диспатч нашего экшена. setCurrentGame и передадим туда game. Для чего это надо? Для того, чтобы у нас в редаксе, например, когда мы кликнули на игру, чтобы в редаксе текущей у нас лежала игра, на которую мы кликнули. Вот. И все это можно... Все это делаем мы history push. Делаем кавычки. Up и game. Что я сделал? А, здесь у нас подчеркивает мы, потому что не создали пока ничего. Это у нас экшен, который мы сейчас напишем. Вот. Что я тут сделал? History. Можно глянуть, что такое usehistory. Вот. Все тут про это рассказано, что usehistory дает аксесс к истории браузера. И мы можем вот так вот... То есть здесь я сам придумал URL. То есть у нас будет что-то типа того... А, где у нас там? Да, там. Найду ли я ее? Нет. Вот. Ну где-то там. Короче, будет URL типа вот такого вот. Up и название игры. Up и, например, что у нас там за игры. Например, Forza. То есть у нас будет Forza и так далее. То есть каждый раз URL будет свой на то, как мы переходим по ссылке. Up это я от себя добавил. Но чтобы было понятно, что это у нас типа application. Вот. URL тоже выносит. Сейчас мы не выносим. Обычно вот это вот все выносят в отдельный файл с константами. Например, у вас будет файл отдельный, где будет apaths называться. Либо urls, urls, где будет вот так вот, например, game какая-нибудь. И чтобы потом здесь обращаться к этому. Но тут у нас это все требует времени выносить. Я думаю, смысла как показывать не стоит. То есть если проект должен будет масштабироваться, все это нужно делать, как можно больше выносить. И в идеале у вас компонент должен содержать только компонент. Все остальное, никаких ни типов не должно быть. Конечно, если типы маленькие, то можно держать. Если это все разрастается, конечно, все нужно выносить. Все папки utils и все это остальное. Вот, а что дальше? Нам нужно создать этот экшен. Для того, чтобы... Так, редакс. Вот. У нас еще нет редюсера, который называется... Который вообще взаимодействует с играми. Вот. Давайте его создадим. Он будет похож на карт редюсер. Поэтому давайте мы его просто скопируем. И сюда же вставим. И переименуем. Здесь у нас будет game. Games. Вот. Дальше редюсер. Что у нас будет в редюсере? Здесь у нас будет games slice. Create slice. Название будет games. Initial state у нас будет просто current game. Current game. И в данном случае она у нас будет null. И у нас будет только один экшен. Который будет называться как раз так же, как и мы его тут сделали. Вот. Здесь... А, здесь его сразу добавим. Вот. И... Заимпортим game. Слайс. Все. Так. И что у нас будет делать set current game? Он у нас будет делать просто... State current game. И... Action payload. Все. То есть при нажатии... При... То есть видите, мы передаем сюда. Можно его уже заимпортить. Или еще нет. Давайте сюда. Да, сразу рядище. Game. Game. Вот. И... Все. Так. Теперь давайте смотреть, работает ли у нас. State. Смотрите, у нас появился новый редюсер games. Все очень быстро. Все очень быстро. Благодаря Redux Toolkit я просто скопировал наш редюсер. Переименовал там все. И у нас уже появилось. Благодаря всей архитектуре, которую... Такую придумали, что в отдельную папу все. Вот. Но это, видите, это все благодаря тому, что React это всего лишь библиотека, не фреймворк. То есть тут нету такого, так сказать, структурирования в файлах. И на каждом проекте структура папок, файлов своя. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Вот. Потому что на какой вы проект новый не придете, у вас всегда будет разная архитектура. То есть на каждом новом проекте у вас своя архитектура. Это на Angular там все одинаково. То есть вы заходите, там вся структура файлов одинаковая. Вот. А в React приходится самому все придумывать. Вот. Давайте посмотрим. Так. Убрать. Нам не это надо сделать. Вот. Переход. GameUndefined. Но главное, что у нас currentGame записалась в нашу эту. Так. Что у нас там Undefined? GameTitle. Так. И давайте сразу сделаем road для нашей игры. Он будет находиться в up. Внутри switch будет находиться up. У нас будет up. И... Что я сейчас написал? Через точку, ой, через точку запятой, а так обозначают так называемые парамсы. По-моему, они так называются. То есть вот то, что я тут написал, это можно один, два, три, четыре. Вот так вот. То есть это название переменной, которую мы потом через useParams сможем добраться к нашему названию игры. Вот и так далее. Так. Здесь мы будем отображать нашу gamePage, которую мы еще не написали. Давайте сразу сделаем component gamePage. Давайте ее поднимем немного. Вот, мы еще ее не сделали. Нужно будет сейчас быстро ее создать. Давайте создадим новую папку gamePage. Я сразу скопирую. Новый файл gamePage.js gamePage.css и index.js Здесь напишем. Вот. Заимпортим сразу стили, чтобы не забыть. Так, can't resolve. Давайте перезапустим наш сервер. Я в этот раз yarn использую. Просто для старта можно и... Так, что у нас тут? Can't resolve. DocumentPage.js GameStore.js Ну, это вот тут у нас идет. GamePage.js Так, что у нас не ищет. А, Pages. Sorry. Pages. Все. Давайте смотреть. Все. У нас... Только что-то не работает. Что-то не работает. Переход. Почему так? Почему? Скорее всего, из-за exact. Я сам толком не разобрался, как он работает, но... По-моему, нужно прописывать exact path. Сейчас, что... Что такое exact. То есть, видите, я у роута прописываю такой prompt. Exact true. То есть... А... Вот этот компонент HomePage, если по теории, он будет отображаться, тогда, когда полностью роут совпадает. Если будет что-то вот тут, все, HomePage не покажется. И тут так же. То есть... Road, вот этот path, путь, должен полностью совпадать. Только за место title у нас тут, там будет наше название игры. Вот. Все заработало. Давайте посмотрим. Все, видите, переходит. Все классно. Вот. Давайте напишем по-быстрому нашу страницу с игрой. Класснейм будет у нас GamePage. Так. H1. GamePage. Title. Так. Нам нужно сюда, из редакса, достать вот эту игру. Как мы это сделаем? Вы, наверное, уже поняли. Const Game. Use Selector. State. State Games. State Games. То есть мы идем в наш State глобальный. Идем в наш Reducer Game. И там забираем Current Game. Я думаю, тут все понятно. Use Selector. Вот. И нам сразу нужно сделать проверку. У нас, так как с бэкэндом ничего не связано, и если обновить страницу, то все полетит. Поэтому мы сделаем вот так вот. И здесь мы уже будем показывать, что GameTitle. То есть здесь у нас уже вся игра доступна. Все, весь тот объект, который мы в HomePage передавали, у нас все доступно. Вот так. Дальше H1. Дальше у нас будет Div GamePageContent. Тоже. Вот это вот все можно в отдельный компонент сразу выносить, который можно создавать прям в этой папке, потому что он будет только здесь использоваться. Вот. Но сейчас мы не будем на это уделять времени. Просто берите во внимание, что если видите, что можно вынести в компонент, выносите, чтобы потом можно было легче рефакторить, дебажить. Вот. Здесь у нас контент. Дальше еще один. GamePageLeft. То есть у нас будет левая и правая колонка. Вот. А сюда слева у нас будет iFrame, который можно скопировать с YouTube, можно самому написать. Вот. У нас будет iFrame. Где у нас ширина будет 90%. Высота 400 пикселей. А SRC будет от GameVideo. Title. Title будет написан. YouTube Video. Так. И... Frame Video Player. R. Вот. Там извиняюсь, если на заднем фоне какие-то голоса. Семья громко разговаривает. Вот. И... Все, наверное. iFrame. Дальше. Div. У нас еще один будет. У которого будет классный. GamePage. Right. И справа у нас уже будет gameCover. Наш компонент, куда мы передадим нашу картинку. GameImage. Обычный параграф, куда мы засунем наше описание. GameDescription параграф, дальше следующий параграф, классный, secondary, текст. И там у нас будет... Популярные метки этого продукта и двоеточие будет у нас. И дальше опять у нас будет список из жанров. Помните, у нас на той странице мы могли это все вынести в отдельный компонент. Вот. А тут мы могли его переиспользовать. Но мы будем делать вот так вот. GameGeneres. Map. Map. То есть для каждого жанра... А, мы вернем. Genre. И... Genre. И кей будет у нас... Ключи должны быть всегда уникальны вообще. Но в чем прикол? Ключи должны быть уникальны только внутри текущего списка. То есть, например, если у нас в следующем еще будет один список, уже другой, то можно ключи как бы повторять. Но индексы нельзя использовать. Это такая фишка, потому что индексы завязаны на позиционировании элементов в массиве. А когда вы удаляете, например, то, например, следующий уже меняется в индекс. И, в общем, об этом тоже можно долго разговаривать. Вот. Не об этом урок. Вот. Но если хотите, я сделаю подробные видосы на эту тему. Вот. Так. GameGener у нас есть. Дальше следующий. У нас что? Дальше у нас будет div. GamePageByGame Вот. И будем отображать здесь это. Game. Game. Давайте сразу сделаем формат документ. Что у нас тут? Must have a unique title property. Я, к сожалению, не знаю, почему ругается. Вот. Но это просто warning. Вот. И Правило есть лента. Вот. Отлично. Угу. Угу. Может быть, сервак надо перезапустить. Вот он у нас как раз тут ругается. Давайте глянем. Так. Ну, тут я вроде все сделал. Game. Game. Дальше. Reducer. Давайте перезапустим. Так. Я тут две кавычки эти поставил. Game. Стар. Ой. Верный старт. Вот. Все еще ругается. Давайте глянем. Use. Селектор. React. Reducs. Тут тоже ругается. Но тут все окей. Значит, не в этом дело. Вот. Card. Блок. Card. Item. А. Current. Game. Game. Games. Games или game? Game. Вот. Ошибка. Вот. Все должно быть окей сейчас. Вот. Теперь дальше. Can't read properties. Null. Title. Угу. Тут все окей. Назад. 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 И у нас ничего не показывается. Почему? Потому что null. Да? Давайте выведем в консоль. Console. Game. Посмотрим, почему. Можно через дебаггер. Я обычно через консоль делаю. Вот. Нет. Посмотрите-ка. Все есть. Угу. Так. А если вот так вот сделать? Ну. Я как и сказал, что... Так. Стоп. 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 По-моему, я знаю, где я ошибся. Вот тут. Вы, наверное, уже заметили это. Вот. Естественно, если у нас игра null, то мы ничего не показываем. Вот. Сейчас. Видите, все показалось. То есть здесь мы просто обезопасиваем себя, так сказать, предохраняем от той ошибки, которая у нас сейчас была. Вот. Я просто не обратил вообще внимания, просто написал вот это условие и все. То есть, естественно, что если у нас игра false, как бы все, что здесь... То есть она как бы null будет, и null это false, тогда ничего не показываем. Вот. А если она true, то есть любые объекты это true. Почему? Потому что это ссылки. Ссылка это у нас... Ссылка в памяти это у нас всегда true. Вот. Давайте CSS по-быстрому напишем. Там будет немного. GamePageDisplayFlex GamePageLeft Вид 70%. Конечно, здесь обычный CSS. То есть, у меня не было цели научить чему-то, например, как со стайлусом, или как стайл от компоненты, сас и так далее. Тут, конечно, все это можно подключить, и это не надо будет такую дополнительную работу делать. То есть, я вот класс несколько раз переписываю. Вот. А я говорю, цель не в этом. Цель просто показать, как можно написать приложение на реакции, какой-то опыт свой передать вам, чтобы вы чему-то научились, и в своих проектах на работе, а уже использовали то, что вам подходит. Вот. И тут, я говорю, даю знания, сырые знания в чистом виде, так сказать. То есть, это можно использовать какие-то наработки. Я сам иногда смотрю, как правильно подключать в этом проекте. То есть, на работе, помню, был... А, на хакатоне был какой-то у нас... Нужно было быстро собрать приложение. Я посмотрел, как я тут Redux Toolkit подключал, потому что на хакатоне там нет времени вообще думать, нужно просто писать. Вот. Поэтому подключайте то, что вам нравится. 30 и Game Page by Game. У нас будет Display Flex. Justify Content Flex End. Margin Top 20 пикселей. Давайте посмотрим, что у нас ничего вроде не поменялось. Вот. Почему, почему? Потому что я тороплюсь из-за собой ошибки. Не замечаю уже. Вот. Game Page Content. Content. Угу. Все. Нам осталось эту рамку убрать. По-моему, она называется Frame Border. Frame Border. No. Все. Смотрите. У нас уже готово это все. Играется. Nice. Вот. И работает даже отсюда удаление в корзине. Видите. Это называется декларативный подход в реакте. То есть мы сделали компонент, который уже внутри себя реализует логику, которая не зависит ни от каких, так сказать, внешних факторов. Мы просто написали простую логику. То есть компонент кнопки. Что делать? Добавлять текущую игру в корзину. У нас все это работает. И если мы вернемся назад, это все еще здесь будет. И посмотрите. У нас Forza будет в корзине. Battlefield будет в корзине. А мы, по сути, ничего даже не сделали. То есть, когда я изучал React, я не понимал вообще, зачем он нужен. То есть, мол, есть же HTML, CSS, зачем этот React нужен. Вот. А тогда никто не мог объяснить. То есть были уроки какие-то. Вот. Да, можно было сайты делать очень круто. Вот. Но React нам позволяет вот это сделать. Это называется декларативный подход. То есть, мы не возвращаемся, мы не пишем для каждой, как бы, так сказать, например, для кнопки, которая написана вот здесь. Вот. А мы не пишем для нее логику. Мы не пишем логику для, вот, когда мы добавили в корзину и нам нужно сейчас вот написать все вот это вот. Нет. Это все мы не делаем. Поэтому React этим очень крут. Вот. По сути, мы сделали здесь. Это вот. И теперь еще кое-что нужно добавить. По-моему, это называется secondary text. Secondary text, который нужно добавить в класс. Вот сюда вот. Secondary text. Color. Color у нас RGB будет 80, 82 и 84. О, давайте глянем. Так, а что такое? Почему? Secondary text. Давайте ее просто скопируем. Почему-то. Ага, я понял. Ну-ка. Нет. Secondary text. Secondary text. Нет. Все готово. 8, 82. Color. Ну вот этот вот, сорян. Я не заметил. Что-то в эскорт тут нафигачил. Я вообще даже не заметил. Все. Смотрите. Поменялось. Вот. Все круто. Все работает. Теперь нужно написать страницу, когда оформление заказа происходит. Секунду. Так. Ага. 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 Сейчас. Это у нас называется order item. Сейчас я гляну по-быстрому. Уже забыл где это все находится. Так. Так. Item. Санкарт. Это у нас называется. Card block. Card menu даже. Card menu. Оформить заказ. Он клик. И карт меню будет. Ага. 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 И здесь мы как раз сделаем handleClick, просто назовем, как всегда. То есть мы сейчас обработаем вот эту вот кнопку «Оформить заказ». Нам нужно добавить useHistory. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность перевести пользователя на другую страницу. UseHistory. И вроде все. У нас будет здесь. Мы должны будем закрыть наше меню. То есть, когда мы переходим на это, мы должны будем закрыть наше меню. Вот. И перенаправить пользователя на страницу, которая будет просто называться Order. Вот. У нас все элементы уже будут в корзине. То есть, смотрите, когда мы добавляем что-то в корзину, StateCard, у нас уже, смотрите, элементы уже есть в корзине. И вот, добавляем. И на той странице с заказом нам всего лишь нужно достать эти элементы из корзины и отобразить. То есть, ничего сложного нет. Всю логику мы уже написали. И смотрите, в чем прикол. Здесь мы передаем нашу ссылку. Я это в прошлом видосе объяснял. Где, как не делать в React. Можете посмотреть. Это вам очень сильно поможет. Смотрите, видите? карт-меню у нас принимает HandleClick. HandleClick у нас что? Функция. А в функциональных компонентах все тело функции считается как функция Render. То есть, как только карт-блок у нас обновился. Например, что-то поменялось. Вот что-то Props либо поменялось, либо у карт-блок родитель что-то обновился. Вот это вот все будет вызвано заново. И что у функции была сначала одна ссылка. Например, там 0x, там 0, 0, 1. Например. Да? Была такая ссылка. Что-то изменилось. Карт-блок. У карт-блока изменился родитель, обновился. Либо карт-блок сам. И HandleClick уже будет иметь другую ссылку. HandleClick изменился. По сути. HandleClick это у нас просто ссылка. HandleClick у нас поменял ссылку. Карт-меню опять у нас будет обновлен. Потому что HandleClick у нас поменяется. И для этого у нас есть так называемый UseCallback. В данном случае его можно использовать. UseCallback. Вот. То есть, в данном случае мы его можем заюзать. И у нас он будет, должен будет возвращать новую функцию. Только когда History обновится. UseCallback нам добавили. Вот. Советую прошлый видос посмотреть про функции. Потому что... А... Про UseCallback вообще мало что написано. Написано... Возвращать мимоизированный там callback. И что? Да. Ничего не понятно. Что это значит мимоизированный? Для чего? Зачем его мимоизировать вообще? Когда? А... Я когда сам только узнал, я вообще сувал везде. А зачем? Смысла нету. Потому что... Очень много причин, почему... В этом видео я не буду объяснять. Посмотрите прошлый видос. В общем, я кратко объяснил. Если у вас функция передается как... Пропс. Это самое время заюзать UseCallback. Вот. Все окей. Давайте перейдем в наш компонент. Ап, где мы будем... Где мы покажем... Что на ордер у нас... Будет отображаться... Ордер пейдж. Ордер пейдж, который мы еще не сделали. Ордер пейдж. Давайте напишем ее. Скопируем. Все, видите, сводится к тому, что просто мы тратим время на то, что... Я уже забыл, надо было JSX везде писать. Типа, вообще, да, если у вас реакторский файл, то нужно писать JSX. Я писал везде JS. Это не ошибка, но нужно писать JS, чтобы знать, где у вас реакторские компоненты. Например, в TypeScript должно быть файлы TS и файлы TSX, чтобы отделять иначе будут ошибки. Если вы не напишите это... Так, и индекс JS. Экспортал from... From... Ордер пейдж. Ордер пейдж. Пока это... Ордер пейдж. Ордер пейдж. Ордер пейдж. Вот все. Найс, найс, найс. Давайте обновим страницу. Что-нибудь добавим в корзину и оформим заказ. Все. Ордер пейдж у нас появился. Нам осталось, нам осталось только добавить ордер пейдж. Вообще там весь CSS, весь стиль к нему. Он будет небольшой, этот файл. Ордер пейдж. Давайте напишем. Класснейм. Ордер пейдж. Вообще, смотрите, если считается, насколько я понял, хорошей практикой, насколько у меня было много проектов, хорошей практикой считается как-то называть свои страницы. Например, даже если вы не будете использовать этот класснейм просто для себя обозначить, что вот это вот как бы у нас ордер пейдж. Там у нас хоум пейдж. Вот это вот хоум пейдж. А тут мы сделали, смотрите, гейм пейдж у нас вроде никак не используется. По сути, можно было тут даже реакт фрагмент использовать, но я считаю, что ничего такого плохого не произойдет, если вы добавите лишний класснейм. Для того, чтобы просто знать, что у вас это гейм пейдж, это ордер пейдж, просто для себя, чтобы вам было удобнее понимать, ага, это у нас будет контейнер для гейм пейдж, это у нас будет контейнер для ордер пейдж. Но все-таки по ситуации смотрите сами, есть ли команда против ваша, либо кто-то против, то есть лучше придерживаться как бы такой обсуждения, то есть вы обсудите, обсудите, типа мол да, так будет лучше и будете делать так, как вы решите с командой. То есть, ну, я пока придерживаюсь такого мнения, может быть через день я уже изменю его. Вот так, ордер пейдж, ордер пейдж, ордер пейдж, что у нас тут будет на ордер пейдж? Bild с классом ордер пейдж, лэфт, и лэфт, и лэфт, так и items, и items, и to вот да ё-моё да блин items items map да ё-моё блин items map я уже весь на нервах и сейчас на ордер айтем ордер айтем гейм 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 я очень сильно извиняюсь что если там на заднем плане голоса я сам в шоке конст айтемс селектор стоит карт айтемс и вот и смотрите мы да мы что мы сейчас сделали мы добавили сюда наши элементы из корзины сейчас в этот компонент который у нас уже есть посмотрите items in карт он один сейчас элемент у нас в корзине как показано вот и например у нас какой-то назойливый пользователь решил перейти мы там добавили же логику помните что мы кстати блин не добавили крестик но этого не было вообще в этом курсе но по факту лучше вот сюда вот крестик добавлять и чистить всю корзину вот а может быть есть я сейчас нужно забыл забыл вот а что мы добавляем в корзину и смотрите когда мы убираем из корзину нас кнопка оформить заказ как бы пропадает вот может быть кто-то зайдет к нам на эту страницу и мы ему должны не просто показать пустой экран а если у нас меньше одного то есть ну или равен нулю мы должны вам просто показать вместо всего компонента вместо всего компонента мы должны будем показать ваша корзина пуста зина пуста ничего трудного мы просто смотрим на этот массив и если он там нету ничего а как узнать что там нет ничего ну блин ну меньше нуля он пустой вот ваша корзина пуста раньше так сейчас что такое ордер айтем мы не написали еще такой компонент ордер айтем на вот ладно мы сейчас его напишем вот давайте дальше напишем что у нас далее будет так ордер пейдж райт ордер пейдж тотал тотал прайс спан ой как же у нас там мы вынесли эту или нет сейчас глянем где у нас тотал прайс то здесь использовался карт меню карт блок колк тотал прайс это называется функциям то есть мы уже видите ее пункту переиспользоваться вот я по-моему переименовал просто что такое колк тотал прайс ну а чё почему все колк тотал прайс а этом с лен а нет это немного друг до колк тотал прайс мы сюда добавим и так мы здесь сделаем как спан сейчас я вспомню так нам нужно добавить сюда можно поэтому так потом будет пробел у нас на сумму то есть товаров на сумму такую-то вот руб вот так то есть только то товаров на сумму колк а это руб нужно будет еще если успеем написать правильное склонение для товаров то есть один товар два товара клей три товара это уже функции для этого много способов есть вот надеюсь мы успеем так нам нужно добавить сюда а этом ордер айтам который называется вот ордер айтам давайте создадим этот компонент ордер айтам 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 джес ордер айтам css и индекс.js так ордер айтам будет использовать диспатч 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 так надо стиля заимпортить как на это попозже немного напишем так так камеш spawn spawn с className orderItem price spawn здесь патч пока уберем все посмотрите у нас уже отображается осталось написать стиле для orderItem orderItem displayFlex marginBottom 30 пикселей orderItem cover ширина 200 marginRight будет 30 пикселей orderItem title fontSize 24 пикселя fontFight bold price fontSize 24 пикселя fontFight bold price 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 с чего товаров на сумму вот два товара на сумму такую то добавим переход components сейчас у нас есть action уже deleteItemFromCard давайте реализуем эту логику удаление элемента из корзины нам нужен да здесь диспатч мы его оставим и здесь под ценой будет иконка Import AI Outline 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 Circle Circle конечно же не циркл вот React icons пакет который мы установили ай 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 сайс 25 карт айтэм delete icon on click hand do click do click on и нужно всего лишь сделать диспатч и нужно всего лишь сделать диспатч вот этого экшена который у нас deleteItemFromCard так айдишнику мы передаем просто и все вот а так сейчас там наверно сейчас я сделаю поиск поэтому у нас не написано не написано это у нас cardItem 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 сюда надо добавить delete icon margin left 5 пикселей и курсор pointer вот давайте глянем корзина пуста раз два оформить заказ все товары удаляются все это работает в принципе вот такое простое приложение а заняло достаточно много времени то есть ну три часа вот но когда я его делал сам оно гораздо больше конечно заняло времени вот если бы конечно не не смотрел в свой код на гитхабе намного бы все дольше вышло вот надеюсь вам понравилось это в принципе такой простой функционал вообще а для знания реакта достаточно всего лишь базовых вещей чтобы а уметь воплощать их что нужно знать а когда нужно положить в корзину смотрите просто вот видите мы перешли все круто но когда мы обновим страницу у нас ничего не будет потому что а по факту должен быть get запрос на сервер что у нас по идишнику называется получается наша игра из базы данных а у нас этого нет можно было конечно в local storage это все делать но я подумал блин ну это бессмысленно делать потому что в реальности у вас будет get запрос то есть вы будете да для быстроты переходить в редакс но нужно конечно иметь а привязку к серверу вот в принципе у нас весь функционал работает надеюсь я ничего не забыл вот товары удаляются вот еще раз всем спасибо а и всем пока а и вопросы да оставляйте в комментах я обязательно отвечу и Продолжение следует...